Всем привет! Мы продолжаем наши познавательные видосы по рисованию. И сегодня у нас будет немножечко необычная тема. Обычно мы разбираем какие-то сложные вопросы по рисованию. Например, как нарисовать портрет, что такое перспектива и так далее. Но частенько в комментариях под своими видео я вижу записи, типа того, что, блин, чувак, то, что ты объясняешь, это все очень сложно. Я даже не могу нормально круг от руки нарисовать. В общем, именно для таких людей и будет наше сегодняшнее видео. Итак, сейчас я покажу вам три простых и эффективных способа, как нарисовать идеальный, ну или почти идеальный круг. Несмотря на то, что эти способы простые, понятные, эффективные, они все равно требуют определенной сноровки и тренировки. Поэтому, если у вас с первого раза не будет получаться так хорошо, как у меня, то не расстраивайтесь. Просто вам нужно немножко потренироваться. Я уверен, что тогда у вас все обязательно получится. Итак, вот первый способ. Здесь мы будем использовать нашу собственную руку, как циркуль. Если вы хотите нарисовать маленький круг, уприте карандаш двумя пальцами в средний палец. То таким образом. И прижмите его к бумаге. Дальше начинайте плавно вращать лист вокруг пальца, как вокруг оси. Что ж, получилось неплохо. Если вам нужен круг побольше, используйте два пальца. Обратите внимание, что я опускаю карандаш на бумагу не сразу, а постепенно. Сейчас покажу, почему это важно. Вот что, скорее всего, у вас получится, если начинать рисовать линию сразу. Чтобы получить еще больший круг, можно поступить следующим образом. Держим карандаш хватом, как при письме. И опираемся на лист костяшкой безымянного пальца. Чтобы круг получился ровным, очень важно не менять положение кисти и карандаша. Отлично. Также вы можете опираться на костяшку мизинца, тогда круг будет еще больше. Напоследок покажу, как нарисовать огромный круг вот таким способом. В этот раз будем опираться на косточку на запястье, а карандаш держать вот таким образом. Вся рука и запястье зафиксированы и не двигаются. Отлично. Что ж, это был неплохой способ, но у него есть два существенных недостатка. Круги не всегда получаются аккуратными, и мы не можем плавно изменять их размер. Поэтому сейчас я покажу вам еще один способ, который позволит вам нарисовать практически идеальный круг и того размера, который вам нужен. Для этого нужно два карандаша. Желательно, если они будут длинными. Мы держим их вот таким хватом, то есть карандаши, зажатые между указательным, средним и безымянными пальцами, скрещиваются и зажимаются сверху большим пальцем. Вот так. Этот хват очень жесткий, и мы можем легко менять расстояние между карандашами, а соответственный размер круга. Сам круг рисуется аналогично тому, как я показывал в предыдущем способе. Что ж, это были полезные хитрости, приемы, которые могут вам пригодиться. А сейчас пришло время показать настоящую художественную технику, которая даст вам еще больше возможностей. Итак, берем в руки карандаш, и держа его на весу, начинаем рисовать круги. Рука при этом двигается от плеча. Как видите, первые линии должны быть бледными, и потом нажим постепенно усиливается. Очень важно рисовать каждый следующий круг с учетом ошибок предыдущих. В итоге, примерно что-то такое у вас должно получиться. Иногда этого бывает достаточно, например, если вы делаете круг как основу для построения чего-либо. Но, если вам нужен именно круг, то его можно облагородить. Для этого, опираясь на вот эту заготовку, представьте тот круг, который вам нужен, и просто обведите его одной линией. Для удобства можете вращать лист. Нам остается только стереть вспомогательные линии, и круг готов. Если ваша финальная линия получилась не очень аккуратной, как, например, в моем случае, то можете немножко стереть ее ластиком, чтобы ослабить цвет. А потом еще раз обвести, но уже так, как вам нужно. Еще раз повторюсь, что все три способа требуют практики, особенно последней. Поэтому сейчас я покажу одно очень полезное упражнение, которое сможет хорошо прокачать ваш скилл в рисовании кругов. Для этого упражнения нам нужна заготовка идеального круга. Ее можно нарисовать циркулем, или обвести какой-нибудь круглый предмет, и желательно сделать это маркером или гелевой ручкой. И мы просто раз за разом начинаем обводить круг. Снова и снова, снова и снова. Желательно попробовать это упражнение на кругах разного размера и потренироваться достаточно продолжительный срок. Кому-то это может показаться скучным, но я уверяю вас, это очень эффективно. Ну а на сегодня все. Не забывайте делиться этим видео с друзьями. Сделайте полезное дело, пускай как можно больше людей узнают об этих полезных способах рисования. Для постоянных зрителей и подписчиков хочу сказать, что у меня есть идея сделать отдельную рубрику, где я буду делиться с вами вот такими полезными фишечками и секретами в рисовании. Если вы поддерживаете эту тему или не поддерживаете, добро пожаловать на мою страницу ВКонтакте. В общем, не оставайтесь пассивными. Ссылки на мои соцсети вы, как всегда, найдете в описании под этим видео. Мне остается только попрощаться с вами. Как обычно, желаю всем удачи, творческих успехов и увидимся в новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok